Привет, друзья! Приветствую вас на канале Глазунов Прот. И если вы вдруг подумали, что вы на канале какого-то очередного блогера, который заманил вас на канал громким названием, то нет. Я человек, который с февраля 2023 года находится в Соединенных Штатах после прохождения границей США и Мексики по программе CBP1. И все, о чем я вещаю на своем канале, это сугубо мой личный опыт и опыт тех людей, с которыми я общался. И на этом канале я рассказываю о своем эмигрантском пути, а также о том, какие бумаги оформить, в какой последовательности, как это сделать максимально быстро и бесплатно. В общем, максимально полезная информация для всех тех, кто будет идти этим же путем, либо же уже идет им. Мне не плевать на своего зрителя, и я действительно заморачиваюсь над качеством контента и его подачей. А все, что касается того же микрофона и света, я заказал это на Алиэкспрессе и кайфую. Крутая картинка и звук, правда? SSM. Это очень важная бумага. И конкретно мне этот документ очень сильно помог в получении тех же бенефитов, а конкретнее медицинской страховки. По традиции я не буду затягивать, мы сразу переходим к сути. Единственное, стоит сказать, что в данном ролике будет много отсылок к другим моим роликам, потому что все темы, они плюс-минус переплетены, и я не хочу повторять все то, что уже было озвучено ранее, для того, чтобы мои постоянные зрители не слушали все по десятому разу. А также сэкономить вам время. Если вам будет интересно в процессе моего повествования какая-то тема, все видео будут в закрепленном комментарии, то бишь ссылки на них, поэтому обязательно подписывайтесь на канал и смотрите. А также обязательно поставьте лайк этому видео, для того, чтобы YouTube рекомендовал его другим пользователям. Вам это, в принципе, ничего не стоит. Для меня это отличная форма обратной связи, и таким образом я буду ловить заряд мотивации, для того, чтобы снимать и творить полезные видео для себя и для вас дальше. А теперь начинаем. Итак, SSM, или же номер социального страхования, или же по-простому, как его называют американцы, social. Говорите social, и вы зайдете за своего. Итак, для тех, кто не знает, что это такое, это один из самых важных документов на территории Соединенных Штатов. И для полноценной американской жизни он вам просто-напросто необходим. Так как ряд услуг, без которого вам просто-напросто не окажут. Вот, как было сказано ранее, допустим, бенефиты в виде денежной помощи, либо медицинской страховки вам не оформят. Что уж говорить, допустим, о тех же кредитах. Да, вам могут выдать автомобиль без SSM, но это будет нереально огромная ставка в виде около 30%, что является просто драконовской ставкой, и не нужно этим заниматься. Я просто в двух словах вам обрисую то, где конкретно мне пригодилась эта самая бумага. А вы уж делаете вывод, насколько SSM важен или нет. Итак, загибайте пальцы. Страховка, уже говорил. Мне без нее, в принципе, не стали даже со мной разговаривать. Нет SSM, а все, гуляй, до свидания. Далее. Канал. Подключение монетизации. Для того, чтобы я смог зарабатывать с показа рекламы на этом канале, мне нужно было предоставить мне налоговую информацию в Google. И на протяжении трех месяцев я пытался подавать русские документы, то есть русский СНИЛС и все вот это вот прочее. И мне приходил отказ. После того, как я получил SSM, то есть стал налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, я прислал эту бумагу и вуаля, монетизацию мне подключили. И за полмесяца работы этого канала, с момента подключения монетизации, я заработал чуть больше 4 долларов, урау, стоунгс, и так далее. Криптовалюты. На том же Binance, для того, чтобы зарегистрироваться, мне необходимо было верифицировать свою личность. И, как ни странно, SSM был одним из документов, необходимых для прохождения этой самой верификации. Следующий пункт – это кредит. Конкретно я кредит в Соединенных Штатах не брал, и на 100% быть уверенным в последующей информации не могу. Это лишь опыт тех людей, с которыми я общался. Так вот, им либо отказывали выдачи кредита, либо давали, опять же, под какие-то большие проценты. Если вдруг в процессе моей жизни в Америке я возьму кредит, то я обязательно запишу об этом видео. Я не буду рассказывать вам сказки, как некоторые пиздболы, которые берут статьи в Википедии и выдают это знание за свое, лично не столкнувшись с этим. Нет. Следующий пункт – это кредитка. Конкретно мне кредитку не дали. Несмотря на то, что я являюсь клиентом банка Morgan Chase, и на протяжении полугода по моей дебетовой картой проходит достаточно немаленькие суммы денег. Но, тем не менее, кредитку мне не выдали. Хотя, вот я знаю, в том же Bank of America кредитку выдавали людям и без социала. Поэтому, опять же, это все зависит от конкретного штата, от конкретного банка. Идем далее. Жилье арендовать. Скажу сразу, это тоже та еще история. Помимо Rental History и официального дохода, вам необходимо также иметь кредитскор, то есть кредитный рейтинг, которого у вас нет просто-напросто, если у вас нету social security. Если у вас нет одного из вышеупомянутых документов, как минимум ловите пару сотен баксов к аренде за месяц. Это происходит потому, что арендодатель просто-напросто не уверен в вашей платежеспособности. Если же какого-то из вышеупомянутых документов у вас нет, то вам необходимо будет предоставить просто выписку из банка с наличием определенной суммы. Конкретно в моем случае, когда я пытался снять жилье, меня запрашивали около 20 тысяч долларов на счете, что, опять же, является достаточно немаленькой суммой. В большинстве же случаев, если у вас нету social security, rental history и официального дохода, official income, то, скорее всего, вам, в принципе, жилье не сдадут. И даже при наличии так называемого поручителя, это тоже тот еще квест. Об этом я запишу отдельный ролик. Вот я только с 30 июля, как подписал договор на полтора года, а до этого на протяжении месяца я пытался вот снять жилье, и это было достаточно сложно. В общем, все, что я сейчас перечислил, это только то, с чем столкнулся конкретно я, и это далеко не конец. Я надеюсь, что я убедил вас в важности данного документа. Идем далее. По-хорошему, когда вы проходите границу через CBP One, вас предупреждают, что вы работать не можете. У вас, в принципе, есть два варианта. Вы либо подаете 765-ю форму, и платите 410 баксов, если я не ошибаюсь. И в течение непредсказуемого количества времени, возьмем, допустим, два месяца, вам приходит разрешение на работу сроком действия 862-й формы. А, как правило, это год. Второй вариант – это подать 589-ю форму, и спустя полугода после того, как вы подали, вы имеете бесплатно податься на то, чтобы получить Social Security и Work Authorization. Если вы ничего не поняли из того, что я сейчас сказал, то не переживайте. Информации действительно много. Именно этим я и занимаюсь на канале. Я объясняю какие-то определенные аспекты, которые сложны для обычного человека, который только-только вот приехал. Для примера у меня на канале есть интервью с Георгием, с человеком, который рассказал много информации, связанной с получением политического убежища, обещанием адвоката, подача различных форм, в том числе получение Social Security и Work Authorization. Если вдруг вы его еще не смотрели, то обязательно смотрите. Идем далее. Для того, чтобы вам получить Social Security, у вас есть, в принципе, два пути. Первый. Вы открываете интернет, вбиваете Social Security Administration в вашем городе и топаете туда без записи. Сразу хочу сказать, что конкретно в моем случае, когда я посещал данную организацию, постоянно были огромные очереди. Соответственно, закладываете на поход туда 3-5 часов. Из документов все, что у меня было, это паспорт А-94 и Driver License. Водительское удостоверение нужно для того, чтобы вы подтвердили свой адрес. Но если по какой-то причине у вас нет данного документа и вы его еще не оформили, то опять же смотрите ролик о том, какие документы в какой последовательности необходимо оформлять после того, как вы прошли программу CBP-1. Потому как документов много, информации много. Как правило, пока вы посмотрите эти кучу роликов, каждый по отдельности, проходит очень много времени, всю эту информацию структурируете. а тот ролик, на который я ссылаюсь, я рассказываю о том, что за чем следует оформлять. То есть что вначале оформить, водительское удостоверение или банковскую карту, что без чего вам не оформлено. То есть знания без которых вы просто-напросто будете совершать определенные ошибки. Ходить один раз в одну организацию, вам говорят нет, вы опять идете во вторую, в третью и так по кругу. Поэтому, ребятки, вы знаете, что делать? Переходите по ссылке и смотрите данный ролик. В общем, берете все свои документы, которые у вас есть, топаете в Social Security Administration и говорите, что вам нужен Social. Вам зададут ряд стандартных вопросов, и один из которых будет звучать, в принципе, на кой черт он вам сдался. Потому что, как вы приехали сюда, вам он не положен. Ну, ходят слухи такие в интернете. Так вот, вы говорите то, что он вам нужен для медицинской страховки Medicare. И люди, с которыми я общался, в 99% такой ответ всех устраивал. Документы забирают. В среднем они обещают 2-3 недели. Конкретно про меня они забыли. И спустя 3 недели я притопал снова. Говорю, вот он я. Вы про меня забыли. Они говорят, о да, мы потеряли ваши документы, Никита Вадимович, извините. И процесс начался заново. В общем, если спустя 2 недели ваши документы не пришли вам на почту, вы снова топаете в Social Security и говорите, вы про меня забыли. И спустя 2-3 недели документы должны к вам прийти на почту. Далее. Если вдруг по какой-то причине вам дали отказ, то есть, как правило, отказ звучит следующим образом. У вас нет оснований для получения Social Security. Что вы делаете? Вы идете в организацию под названием Department of Human Services. Короче, вот здесь будет название. Это организация, которая занимается выдачей бенефитов. И, как правило, они запрашивают ССН, которого у вас нет. Собственно, вы приходите туда и говорите, мне необходима от вас бумага о том, что вам необходим от меня ССН. Они вам эту бумагу дают и вместе с ней вы отправляетесь в Social Security Administration, предоставляете ее, весь тот пакет документов, о котором я обозначил ранее. И вуаля! Документы у вас забирают. И спустя 2-3 недели вы получаете свой Social. Стоит сказать, что он будет Non-Employee, то и беше не для работы. Это значит, что официально вы работать не сможете, что как бы вполне логично, вам по статусу это не положено. Но, тем не менее, у вас уже будет этот документ, который остается с вами до конца жизни, после того, как вы смените статус на рабочий, скажем так. Цифры останутся те же, изменится только его статус. Надеюсь, мысль ясна. Итак, все то, о чем я вам сегодня рассказал, оформляется бесплатно. Срок занимает, в зависимости от того, как повезет, от 3 недель до 1,5 месяцев. В исключительных случаях бывают задержки. Но, надеюсь, вы на них не попадете. Если вам интересна тема адаптации в Соединенных Штатах Америки, и это видео оказалось вам полезным, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видео. Вот, например, на канале уже есть ролик о поиске работы в Соединенных Штатах, и я считаю, это один из самых полезных роликов, который я когда-либо записывал. Посмотрев его, вы точно поймете, каких действий предпринимать не нужно, где искать работу не нужно, а где и как ее можно и нужно найти 100%. Также на канале есть много других роликов о вопросах, связанных с миграцией в Соединенные Штаты Америки. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»